Ну что, давайте начнем, что ли? Не знаю, есть ли кто-то не следил за темой, но, в общем, основная идея была в том, что Олег год-два назад соблазнился и купил у китайцев комплект оптики под прямофокусный астрограф. То есть это вот зеркало 360 гипербола и к ней большой двухлезовый корректор. Вот, и потом оно лежало, то есть вот, вот, корректор там, достаточно хорошего диаметра. Какое-то время оно лежало, и вот мы сейчас озаботились, и я собирал этот телескоп. Во-первых, решение без диагоналки, потому что, ну, она достаточно, штука достаточно дорогая, и плюс можно было с таким корректором и без нее обойтись. Не помню, какие точно были идеи, почему вы отказались. Ну, во-первых, я исходил из того, что проще юстировать диагоналка, нужно подбирать качество, да, цена диагоналки, потом, честно сказать, было интересно, интересно попробовать прямофокусный. То есть я знаю, что планетчики снимают так, я знаю, что, в принципе, дипы тоже, ничего не мешает снимать так. Меньше оптики, меньше, ну, чем меньше элементов, тем меньше проблем. То есть обычный принцип, пока мы убираем лишнее. Мне показалось, что эта стекляшка за кучу денег, она не нужна. Я ее не заказал. Второй вопрос, где делать фокусер? То есть, делать растяжки и ставить в прямой фокус, делать там хитрый фокусер, примерно то, что делал дискусс когда-то. Вот, я посмотрел на это решение, мне оно не понравилось тем, что, во-первых, оно достаточно сильно утяжеляет паук и то, что на нем висит. Ну, то есть все это начинает все больше и больше на растяжках. Ну, то есть тяжелый паук, а значит, тяжелые толстые растяжки, ну, как бы это все... Плюс это еще больше винетирование, плюс еще там шаговик, наверное, будет греться, что тоже не очень добавляет. Вот, поэтому решили сделать давнюю идею сделать фокусировку подвижкой вверх-вниз главного зеркала. Вот, а раз уж фокусировка, то заодно и сделал автоматически, ну, как бы через этот же контроллер и юстировку главного зеркала. То есть, вот сейчас вот видно, оправа стоит, тут вот боковая разгрузка на тросах, а нижняя разгрузка особо не видна. Сзади видно, что вот стоят три мотора. Каждый мотор, здесь один шкив, через ремень он крутит. Здесь, не знаю, если снять, то видно просто винт. Вот, это достаточно точная винтовая пара, ну, три штуки я точил. Вот, и, ну, то есть, когда все три двигателя синхронно крутят все три винта, получается фокусировка. Дальше я могу в контроллере переключить другой режим, и он будет крутить один шаговик в плюс, другой шаговик в минус. Это будет юстировка по одной оси. Вот, и третья ось юстировки, это когда два шаговика двигаются в одну сторону, третий шаговик в другую сторону. И получается вот третья, третий ось юстировки. То есть, ну, идея была интересная, ее реализовал. То есть, вот есть контроллер. Достаточно подключить переразъемы. А как они, Вань, так синхронно крутятся, то есть, там уже достаточно, ну, какой-то несинхронности одного движка, и все, и уплывет. То есть, насколько вот это критично. Ну, несинхронность, она может вылезти, знаешь, когда? Слушай, а подержи так, я контроллер подключу. Вылезает только в момент выключения и включения шаговиков. То есть, пока у тебя ток, ну, в смысле, пока контроллер работает, все шаговики работают строго синхронно друг с другом. То есть, их точности, как бы, хватает, чтобы не уплывало ничего. Они рассинхронизовываются только если, там, один из шаговиков уперся во что-нибудь. Ну, смысле, он свой винт докрутил до конца и, как бы, начал уже хрустить и обижаться на то, что он крутиться не может. Вот там концевика, что-то такого нету, ничего еще. А, сейчас пока не делали. Ну, ты же попоку ограничиваешь, по-моему, да? Ну, только ограничивается просто контроллером. Вообще, система, как бы, сделалась максимально просто. И, вот, контроллер сделал, вот сейчас, он включается, вот, Олег, вот, видите, вот, третья кнопка режима переключает, вот, первая, вот, сейчас, я не знаю, видно, не видно. Ну, тут изнутри видно. А, мужики. Вот, если положить, то, может быть, видно, будет все остальное. Вы его тут не сломаете, блин. А, мы почили. Ну, то есть, вот так вот, все, вот, вот оно, зеркало потихонечку поехало вниз. Вот, сейчас они все уперлись вниз. Вот, сейчас снова вверх поднимаю. Вот, видно, оно потихонечку поднимается. Переключаю на другой режим, и у меня сейчас должны, вот, видно, оно перекашивается. Вот, пошло в одну сторону перекашиваться. Удобно. Вот, пошло в обратную сторону перекашиваться. Удобно. Ну, в принципе, да. Пределы ездировки тут такие, что, как бы, грубо. Грубо от пауков. Да, плюс еще грубо. То есть, плюс еще, вот эти три направляющих обычные, это китайские самые, подшипниковые пары линейные, они, в принципе, держат, то есть, вот эти три стальных, они запрессованы в подвижную часть разгрузки, оправы зеркала. Вот эти подшипники сами в неподвижную, ну, то есть, вот эти все стержни, они здесь ходят-выходят. Ну, то есть, они, грубо говоря, дают жесткость в этом направлении. И они же немножко позволяют за счет маленьких люфтов наклонять где-то плюс-минус 2 миллиметра вот эту самую оправу с шаговиками. Дальше, если превышать, то он начинает, ну, как бы, оправа просто будет от этих самых, от винтов отойдет. То есть, ну, то есть, я посчитал, что этого диапазона достаточно. Ну, то есть, это, грубо говоря, такая вот, совсем простой вариант. То есть, если сложнее, то есть, если хотеть больший диапазон юстировки, то это надо сделать, делать шарниры, то есть, как бы, делать систему, которая была бы на шарнирах. Да, была бы подвижной. Значит, если у меня температура не было. Да. Потому что плюс еще есть вторая юстировка. Вот это, грубо говоря, стандартное, там, три винта, три толкающих, и она позволяет грубо вы отъюстировать сразу, а потом уже шаговиками тонко подъюстировать. Ну, как бы, если захочется в процессе. Ну, это как бы ручная, да, все равно юстировка, то есть, она никак не, температура, автомат не завязан. Она? Нет. А дальше программно можно завязать как-то? А дальше программно можно, грубо говоря, сделать такое, что, то есть, была идея, что, например, ставить датчик наклона, что у тебя вот, если труба туда смотрит, то у тебя гироскоп говорит, что мы туда наклонились. Значит, мы надо немножко юстировку поправить туда. Мы смотрим туда, значит, юстировку надо немножко поправить сюда. То есть, как бы, при желании... То есть, это как бы основа, а нарежешь, ну, чем угодно. Да. То есть, хочешь, датчик добавляешь, и немножко прошивки добавляешь, развлекаешься. Хочешь дать датчик наклон, когда тут же Максим скажет, какой наклон, какой наклон. Ну, лучше железно сделать. Лучше железно. Лучше, чтобы контроллер сам по себе думал, как бы, чтобы это была его чрезвычайная парка. Железно должно быть железно. Железно, что не правильно, он тебе зеркало в бомбку займет. Ну, да. А Максим глючит и вылетает. Такое бывает. Вот, вторая была мысль, то, что... А давай эту самую хозяйку поставим и... Сейчас. Я эти самые... А, правда. Ага. Извините, еще раз. Ход мотора примерно 4 миллиметра для фокусировки, но можно классическим путем подключить винтов на оправе. Еще больше, да? Ход винтов фокусировки где-то 5-6 миллиметров. Плюс есть ход паука, где-то около 2-3 сантиметров вверх-вниз. Что можно все это хозяйство... То есть можно вверху отрегулировать более грубо. Это там не то, чтобы это все выбрать. То есть точный рабочий отрезок, чтобы правильно было. А винты вон там лежат. А трубу кто делал? Труба ходьковская. Сейчас погоди, там может не было. Попадать. С спиртами проблем нету? С спиртами где? Вот эти вот паточки. Предполагает, что он постоянно нагружен в силу тяжести. Приезжает вниз. Вилтолуи. Стоечки. Я опять-ка вспомню. Я просто помню, что она в одном положении хорошо собиралась. Такая же фокусировка. Как-то вот цветосильный, да, делал как мелон, перестоп, да. Там примерно суть такая же. Под генон. Почти. Там ремень был такой. Нет, там был один шаговик и огромный-огромный ремень, который все это дело позволял... Одновременно все три ходовых винта крутил в одну сторону или в другую сторону. А это самое приподнимет. Это будет просто цветосильский. То есть, фактически, это идея идиоза. Он генет не осевик, то есть 5-для геннадия. Одновременно и фокусиров, и одновременно и юстировщик. Ну, еще на самом деле зеркало тут это необычная цель. А зачем такое? Еще оно гиперболое. А, ну не то, чтобы зачем оно. Оно легче, оно быстрее оставляет. Оно имеет много теоретических плюсов практически, расскажу пока. Плюсы это или минусы. А стекло бы что у вас надо было? Пусть можно дуть в центр, например, между слоями. Стекло, какое у вас надо? Это биркс? Пиркс. Должен быть быстрее термостат, должен быть... Все должно быть проще и лучше. Но что-то наверняка будет хуже. Может оно гнется. Вот, мол, там были сложности, но я там не был. Лучше путь с этим. Схема необычная. Так, ну что, давай ее здесь вертикально поставим и... А, в смысле? Согласно, мы не будем как-то с юстировать. С юстировать, да. Это провода? А? Провода у нас. То есть, перерывай, не помню. Да, подобное. Понятно. Ага. Визуаль, ты можешь на нем? Не звоните? Ну, без зеркала, если. Снизу он так стоял, там можно смотреть снизу. Как раньше на БТА. Давай сейчас подключим. А, сначала мозу лица растудить хорошенько. Чтоб не бликовало. Визуаль, ты мне не саживаешься. У тебя вроде есть еще варианты для визуаль? Или нет? Или все растеряются? Сейчас на телевизуаль, я сейчас не играю. Еще подключилась на какую-то голову. Ну и как? Какие стороны работают? А, давай. Так, потом вторая мысль была в том, что капот есть паук. Дополняйте обратно, что ли? Все, позесно. А помогите. Что нужно? А, держи ее. Так. А, ну, тогда вот так на стол кладется и нормально. А, нет. Все, конференцию стоять держать не надо. Нет. Да, стулин ее. Я не могу ограничить, а не катался. Да. Да. Все, здесь переходник дальше на 2 дюйма. Или переходник. И вот сделал в неоси, плюс сюда же крепление камеры типа куаши восьмерки. Или узенькой. Сейчас зеркало стоит. Сейчас зеркало стоит? Да, стоит. А, ну, здесь у тебя укатится внутрь. А? А, если у тебя укатится внутрь? Ну, укатится. А там дырки для вентилятора. Разогнется внешняя часть зеркала. Там еще тут нет. Укатится. Истирается довольно просто вся эта система. То есть, вот есть обычный лазерный коллиматор. Вот. Я его ставлю сюда в дуримую посадку. И сейчас я думал, где делать юстировку наклона. Потому что этот коллектор, как бы его ось должна ровно направляться на центр главного зеркала. Вот. И придумали достаточно простое решение, что растяжки выходят в продольные такие пазы. Вот. И они позволяют и грубо весь паук поднять и опустить на какое-то расстояние. И плюс еще вот сейчас лазерный коллиматор, включив, я вот могу его сейчас достаточно легко направить на... центр главного зеркала. Легкие поступки винили? Не, поступки винили каких-то необязательно. А что там за винтики? Винты. То есть, вверх-вниз? Ну, вот винты. То есть, вот здесь паз, в котором торчит винт растяжки. И дальше я могу вот этими винтами достаточно точно каждую растяжку поднимать вверх-вниз. То есть, ослабил, подтянул. Ну да, и получается, ну, вот такая стировка наклонов получается гораздо точнее, чем здесь три винта, которые чего-то там таскают. Ну, потому что плечо просто таскание гораздо выше. Ну, гораздо больше и, соответственно... Точнее. Да. Если нет секреты, то, конечно, нужно тщательно отснять, как-то реку. Только быстро. Сейчас будет изучение интересно. Олег тоже. А там на зеркале метка есть? Да. Ну, уже есть. Что вы ронили, что-то? Я имею в виду, как на моем апохромате. Ну, вот, собственно говоря, все же. Я сейчас лазер ровно направил на центр зеркала. А теперь, если мне кто-нибудь даст, там, где-то мотируешь. И его, господом. Иван, можете подержать трубу, а? А, ну, если можно, то... Вот, и вот сейчас вот я фокусируюсь, то есть видно, что отражение от данного зеркала никуда не убегает. И вот я сейчас попробую ястировку его заставить. Ну, вот, одна ястировка, и вот другая. Смотри. Только на саму оправу не нужно... Ну, то есть немножко подальше. Проводой переезжаемся. Нет, вот так вот не надо. Как? Ага. Ну, вот, в общем, все. Ястировка сделана. Протокол, про который вы говорили. Если бы трубу положить, там будет заметно, что сместится? Нет? Визуально. Сейчас... Сейчас главное это самое, просто не трогать оправу. Потому что... Вот так просто, если прокатить, то оно не должно никуда убежать. Просто сейчас как бы основное усилие идет на низ, поэтому, если она будет держать в кольцах, там будет все хорошо закреплено оправу, то истировка при перекладке трубы не должна никуда выпадить. Потому что сейчас я банально могу просто на шаговики наступить или там... Вот, естественно, все куда-нибудь уползет. Но в целом, грубо говоря, вот такая система получилась. То есть, отличий от стандартного ньютона тут довольно много. То есть, во-первых, нестандартная истировка наклонов, отсутствие фокусера здесь и фокусер там. Вот. Ну а как оно следите, посмотрим, что сделается. А вы уже определились с теплотводом? От камеры. От камеры... Камера, во-первых, стоит за срезом. Ну, во-первых, здесь будет витратка. То есть, как бы, тут не нужна бленда высота. Витра вы уже организовали? Они там сами организуются. Отличие от обычного ньютона в том, что, если бы здесь стояла вторичка, а здесь камера, то она видит, грубо говоря, достаточно широко. То есть, передняя линза, в нее и луна вот отсюда попадает, и обычный ньютон требует достаточно длинной бленды. Здесь корректор смотрит исключительно вглубь трубы, и его туда засветить чем-то вот так вбок, чтобы появился блик, это, ну, я не знаю. Стараться много. Да, надо постараться. То есть, я надеюсь, что вот, когда камера просто так висит на открытом воздухе, и с нее ветром просто сдувает весь теплый ветер, весь теплый поток из вентилятора, то оно будет вполне без бликов работать. Но это, наверное, затеонет лучше. Меньше затеонет. Да, и, кстати, еще один плюс, отсутствие вторички, что не надо греть вторичку. А какая камера-то будет? Крузовая. Все, что башню знает, к сожалению. Варианты есть. И колесо фильтров, да? И колесо фильтров это, да? Нет, колесо не нужно. У меня есть несколько... Нет, если черно-белое, если колесо, то оно тут половина апертуры. Да, ушастая, ушастая будет. Поставить на прямом. Если бы было оставить либо просто черно-белое с одним фильтром, либо цветную с... цветную, узкую, вот, и... Есть еще одна прорывная идея. Это взять цветную камеру и с помощью нашего фарунчанина Константина половину камеры сделать черно-белое. Это его идея. Это моя идея. Она требует вопросов этих исследований. Смысл очень простой. Снимаем половину ночи так, то есть половина камеры у нас черно-белое, половина цветная. Перекладываем, поскольку это немец, вот, и снимаем. Наоборот. Половину справа черно-белое, а слева цветную. Как это сводить? Следующий вопрос. Я не знаю, подобный цирк, вот, поэтому может быть к этому и придет. Это может фильтры сбоку вставлять по одному такому? Это неинтересно. Ну, это часть. Нет, если их тут стоит и будет из КХЛ-5, у меня есть старая, это шайба, я весь корпус выкину, остается одна платочка. Я ее раз прилепил, сделаю крепежик, у меня есть маленький фрезент. Ну, посмотрим, еще второй вариант, тут есть КХЛ-5-2Л, который, ну, длинный стаканчик, она, у нее стаканчик выбрасываешь, у нее две платки, одна маленькая круглая спад, матрица, и вторая, нашли никакие рядом. В общем, схема примерно такая, то есть камера разбирается, тут камера и ставится как-то в тень, корректор в тень. Может быть, она даст еще небольшой, но вряд ли, мне кажется. Ну, пока можно за это не бороться, просто поставить так. Для тестов, естественно. Для тестов просто проиграться, посмотреть, как оно вообще работает. Если будет в пучке висеть, или все-таки как-то... Просто он должен быть в тени. Если это будет маленькая платка от камеры, а небольшая, огромная камера, то он будет в тени. Потом ведь после перекладывания, иначе, замучите все-таки, в рельефе, все-таки... Да, никогда ничего. А с тобой вопрос отвода тепла очень такой. А вопрос отвода тепла еще... Мы, смотри, я в подвал специально возил куаши 8 ель круглую. Мы ставили ее в апертуру телескопа, и в автоколлимации смотрели, что там видно. Мы же делали это исследование. И я что-то даже показывал, что там... Ну, во-первых, там была меньше апертура, то есть влияние было больше. Мы 200-ку какой-то получили, да? Маленький был телескопик, я думаю. Да, мы брали какой-то 200-ку ньютона, ставили вот ровно по центру его камеру, включал, я включал у нее охлаждение, смотрел, как у нее тепловые потоки на интерферограмме, что там вообще портится. Ну, то есть, я не помню... Электрор не приется, скорее всего. Точных цифр я не помню, штрель там падал, там, типа с 0,8 до 0,6, ну, то есть, как бы, вот оно... Оно портило картинку, но я бы сказал, что для астрографа это не сильно... То, что, наверное, будет линейнее от температуры зависеть. Ну, и опять-таки, можно меньше жарить просто. Приделом так, что радиатор камеры... Можно выделить радиатором, а как раз таки, отоплением коллектора туда пустить, шепот. КПД повысится. Можно сделать водяное охлаждение, можно сделать стаканчик сверху из пинополистилового, пинопласт, брейтрубка. Проблемы надо решать померить преступления. Короче, эксперимент. Попробовать так, и потом... Да, вот именно. То есть, вопросов много, тема новая, интересная. Ну, будем ждать результатов. Тут новое на новом и новом. Я спросил про организацию ветра. Организацию ветра. С ветром, по-моему, проблем у тебя там не бывает. Да, можно ветер поставить вот здесь. Ветер поставить. Полотенце. Сдавать, да? Был бы человек, статья найдется. Была бы проблема. Штука довольно жесткая. Может быть, имеет смысл попробовать с внешним гидом? Да. Ну, он должен быть длинный, потому что здесь 1400 фокус. Это же не праздник. То есть, это не просто искать. Это сложно. Внешний гид, это прорисание. Я очень не люблю, когда я ушел от внешнего гида на Нейси Вик, это был праздник, который... Ну, фейерверк там, приглашенный... Вернуться обратно. Приглашенный били эти маленькие. Вернуться обратно, только если меня заставит жизнь прям очень сильно. Так, еще есть мелких нюансов. Тут еще, кроме юстировки самого оси коллектора, есть еще вот... У крепления камеры есть еще дополнительные три винта. Ну, то есть, вот есть короткие три винта. Они вот эту обратную юбку камеры прижимают туда. Вот. Но есть еще три длинных винта. Они... В фокусе, вот эта часть в нефокусе. Закон сенсора. Компенсируешь, да, в законом. Да, я могу элементарно, как бы, не снимая камеры, ничего. Вот один винт отпустил, другой подкрутил. Ну, ты мне делал. Да, да. И таким образом, потом делаю следующий кадр. Это, смотрю, стало хуже, лучше вообще по той плоскости вообще. Вот. И так, в принципе, за час, за десяток снимков у меня есть. Меньше, меньше. Я... У Ивана на телескопе такая же система. Ну, то есть, здесь такая система знакомая, и она делается там. Вообще классно. Маску накинул, видишь, тут жук такой, тут жук такой. Все, раз поправил туда, не туда пошло. Минут 15-20. Ну, вот, в общем, профессионал уже за 15-20 минут справляется. С тестировкой на кладки. Да, в общем, с параллитетом, коди, в систему августировки. Моторчик, да? Еще и сюда моторчик. Сюда моторчик. Сюда моторчик, да. Не, ну, это перебор. Нужно сюда, что-то, 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 что-то. Ну, а, может, еще, не круто. В общем, вот, такие еще вопросы есть. А вот Паша пришел, можно начинать. Губль-два. Я уже посмотрел, что он из меня начнет. А, ты пробовал этот, да? Да, 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 я как раз показывал. А, там мне звонили раздумать. Кстати, офитик куда подвести? Значит, у меня есть и так, кстати, история по спирали развивается. Вот ты сначала ушел от выделенного гида. Без того, что там у тебя, скажем, висела сбоку камера и так далее. А может это жестче и я не знаю? В принципе, да, много проблем снимается. И когда я иногда пробовал внешний гидр. Несколько гидр. Это был артельцепилдок. Потому что нет, найти звезду. Ты попробуй, известно. Света сила хорошая, когда сбор хороший, да. То есть, правда, как приступить сюда. Выдержки будут. Если нацелиться на свежие камеры, эти косы, то выдержка еще уменьшится. Слышь? Олег, потом предлагает, да что, ставить тоже с ним в ртуру? Рассчитанная и сделанная парочка? Не, не, не. По центру, то есть, другую. То есть, на камеру ты не поставишь, она у тебя будет не справа. Две камеры, если у тебя нет, у тебя будет. Одна внутрь, другая на оружие. А, то есть, а вторая будет эти самые искать лев? Да, в смысле? Гидр. Есть на той плате два. А, о такой идее мы думали, тоже, опять-таки, обсуждали. С Костей, что, когда будет очернобеливаться камера, то, в принципе, в ней места много, и туда просто поставить два сенсора, один сверху, как, ну, реализовать старую схему, как вот, двухсенсорная, только мы трехсенсорная, естественно, сделаем. Схема-то не с... Двагиды с двух сторон? Ну, два гида сверху, поскольку нету перед этой камерой дополнительных фильтров, скорее всего, но, правда, с водородом могут быть накрутки. Если все-таки накрутить придется стопроцентно. Почему от этого, собственно, отошли в итоге, что эти многосенсорные камеры, потому что с узкополосниками были земной ручки. Ну, это следующее из вращения. А если гид выводить, а если через излом, как-то из призов? Наверное. А смысл нет? Плотка вот такая. 3 милингр. 5 милингр. 5 милингр. 5 милингр. 5 милингр. Ну, толщина, конечно. С этим сенсорным. Матерем контролем. Если что, там можно, понимаете, разъем, повырывать. Надо туда повырыв, повыпаивать. Нет. А чем-то камеры на воде сам на себя забирает. А продают на дни. Ну, конечно, если гид не надо, я надо куда-то как раз продать. Или использовать. Она лежит, эта старая, как вырушает. Это идет. Хороший повод. Ушадитесь, а может бывать такие? Припрыгайте линьки, чтобы получить не в бок, а в линьки, а в ту же сторону. Вот такая вот. Дверьте туда. Ну, две поставил. Ну, может, и в линьки. А вы готовы? В линьки, наверное, в линьки. Да, проще собрать.